всем добрый день меня зовут евгения вихрова и в эфире передача имея банки сегодня у меня в гостях основатель топ ган алексей локонцев лёша привет привет как дела как добрался до нас как всегда тяжело я паспорт забыл короче у меня было свое приключение в итоге спал сегодня в капсульном отеле просто посмотреть как что это такое но это хостел и короче капсульных отелях все хорошо есть не считать того что рядом восьми капсулах лежат храпящие люди все отлично то есть сегодня в инстаграм некоторые капсульные отеля сразу начнут что-то новое придумать я рассказал о том что лучше но нормальный взять хостел даже есть хостел берешь чем вот капсуль потому что в обычном хостел для попадаешь комната 4 максимум человека а тут у тебя 16 человек и то есть вероятность того что из них никто не храпит мало все но ты выспался нет у меня передача называется имея банки да я рассказываю и беру интервью тех кто кто-то имел банки я собственно да могу что-то сказать кто находится у руля да что было бы здорово внедрить предпринимателям собственником бизнеса за что можно не заплатить а за что стоит вложиться и тогда твой бизнес будет работать просто на ура скажи пожалуйста как ты относишься банковской системе с каким банком работаешь и на что обращаешь внимание ох есть классная вещь которая называется я же такой предприниматель я слишком доверчивый я иногда отдаю деньги и расписку оставляю людей все равно они как мы порвем и не рвут и в итоге мне через суд приходит ты же разбогател заплатишь еще раз ну и у меня счет сейчас оштрафован на сегодняшний день на три с лишним миллиона из-за таких друзей и конечно же все мои карточки счета ну имеют свойство все что туда кладешь оставаться там и снять нельзя но такой лайфхак для всех я люблю сбербанк почему ты любишь сбербанк потому что там каждое подразделение является отдельным офисом который не обменивается данными с другим то есть у меня есть карточка в одном городе и в другом та которая в тули конечно же заблокирована а та которая в другом городе я с ней нормально работаю если бы это был альфа банк или другой банк у которых все филиалы являются одним целым то там у меня все счета оштрафованы на всех карточках поэтому класс что есть сбербанк и что у него есть такая функция в каждом городе своя карточка реклама сбербанка реклама сбербанка реклама лайфхак а если ты вот ну есть у тебя перед приставами долг ты можешь да ты можешь вот так реально обойти систему окей это как физическое лицо ты работаешь натянули банки как компания у тебя много барбар шопов в том числе в числе и франчайзинг да соответственно каким банком вы там работаете честно сказать мы там работаем со всеми банками раньше я рекомендовал альфу потому что они для нас дали на старте там эксклюзивные условия сейчас они все условия отменили какие условия лучшие условия были для нашей сети когда конкурентов сравнивали но потом они почему-то решили их отменить и теперь без разницы но например когда мы заказываем эквайринг то я горю кто первый привезет эквайринг тому и отдаемся честно сказать в этом случае нас делает всех тиньков тут никакой там люблю тиньков и все то есть ты доволен а за сколько времени не привезли тебе эквайринг за день а сколько было кого их кто привезли три человека такие щитами сколько было эквайрингов ну я просто ну я просто вот у меня сейчас открывается ресторан в туле это мой вообще самый плохой проект когда открываешь ресторан говорит самое первое дело что нужно сделать это перекреститься что не лезть в это дело да подтверждаю не лезть в это дело это самое плохое что можно выбрать этот бизнес на ресторанах то есть один эквайринг все-таки привезли да да и ну мы позвонили во все в сбербанк в альфа банка в тиньков и тиньков сказал эти сказали одни там неделю другие две тиньков сказал завтра будет все победа это самый быстрый сервис тинькова самое главное что при таком раскладе даже неважно сколько процентов берут тот выбора нет мы открываем субботу и кто нам привезет тот и победил тиньков заработал на тебе нет какие условия предложил ну я честно сказать я глупый бизнесмен я не смотрю условия я считаю что там все это мелочь два процента два с половиной один и шесть но это такая фигня когда у тебя когда у тебя хороший бизнес я же тот человек который на рынке не демпингует все же заходят на рынок у них какая все плохие бизнесмены заходят на рынок ну сейчас я зайду на рынок сделаю дешевле блин каждый кто заходит делаю дешевле и в итоге рынок умирает да потому что там нечего зарабатывать я захожу на говорю я сделаю дороже все я делаю всегда дороже я вот сейчас говорю я в шаурму пошел и скоро шаурма будет дорогой а сколько будет шаурма не ну я шучу конечно я же не все делаю дорогие 500 рублей тысячи нет у нас будет все нормально 280 шурма скажи пожалуйста у тебя получается вообще просто разношерстные направления в бизнесе и ресторан и шаурма и так и барбершоп или это в ресторан вернусь мы ресторан делаем уже два года почему искал перекрестись и мы уже четыре раза поменяли концепцию и самая простая концепция мы решили что все-таки шаурма и у нас ресторан сейчас за 20 миллионов рублей в котором будет шурма это самая дорогая шаурмечная в мире то есть обычно шаурмечную открывают за 300 тысяч мы открыли за 20 миллионов скоро франшиза пойдет хотите быть дураками как лопинцев покупаете за 20 миллионов нет ты действительно сумасшедший предприниматель да как называет себя супруга да ну она же не зря меня же со мной живет она понимает с кем живет поэтому все твои идеи сумасшедшие верно ну многие в них не верят а потом когда они выстреливают люди говорят а не такая уж и сумасшедшая идея это было надо повторить да да и начинает повторять демпингу и ирышит рынок я перехожу на другой это как у тинькова знаешь когда он придумал открыть онлайн-банк ему все сказали все его друзья и коллеги о том что куда ты лезешь какой онлайн-банк какой без отделений сейчас все подстраиваться по тиньков да я согласен главное подать пример когда чечверкин номер уехал открыл свой этот магазин вин ему все говорили какие вины ты что сейчас все говорят это же он ангел как как он это нашел вообще такую нишу окей скажи пожалуйста проектов много действительно у тебя до открываешь новое направление вот тестируешь это действительно типично на предприниматель не скучно в одном бизнесе когда я в нем уже все идеально настроил в нем становится скучно какой самый любимый из них самую любимый сейчас конечно киберспорт расскажи подробнее у меня 20 лет назад был компьютерный клуб это мой собственный первый бизнес и есть но после пирожков сперва были пирожки на базаре потом 17 лет наверное и ситуация в том что сейчас это вернулась и вернулась таким успехом и таким количеством денег там что все мои топ ганы наверное скоро будут проигрывать по оборотам там 30 аренам киберспортивно какая целевая аудитория дети взрослые все наркоманы по играм все и дети да и взрослые женщины тоже есть да не меньше чем мужчин они играют там совместно между собой или как они многие приходят номер просто компании посидеть поиграть в новый там mortal kombat условно да а некоторые приходят именно тренироваться для того чтобы участвовать в чемпионатах потому что сейчас такие чемпионаты это круче футбола очень скоро советую вам не пропустить москве будет эпицентр 28 29 30 июня этого года 30 эпицентр что там будет это будет чемпионат по доте и те кто еще не в теме придите просто посмотрите что это такое я уверен что вы почувствовать атмосферу и все вы откажетесь от футбола и будете болеть за компьютерное развитие игр это как раньше были эти sega dendy нет сейчас это глобально настолько глобально что призовой фонд по доте на эпицентре 30 миллионов долларов а в москве будет вот как раз в ледовой арене будет миллион долларов призовым то есть ребятки пять человек которые играют победят миллион долларов это представляете это всего лишь дети которые зарабатывают уже больше некоторых футболистов интересно то есть это будет самый такой прибыльный и масштабный для тебя проект он уже самый прибыльный по вложениям и покупаемости и по управляемости чтобы франшиза полетела она должна отвечать трем китам на которых держится вся франшиза это моя теория я считаю что она должна быть легко понятно легко реализуемо и легко управляемо вот если эти три кита от отвечает то она взлетит вот колизей это самая легко управляемая франшиза потому что там всего лишь сколько бы компьютеров не было там всего лишь один человек и управляет без определенных навыков он просто забирает деньги включает компьютер все не надо обучать стричь не надо обучать лаки делать там я не знаю просто просто быстро и легко да здорово вернемся к барбершопом у тебя франшизы не только по россии а также и за рубежом расскажи какая была первая франшиза ты нашел себе место поехал узнавать или это все таки было ну за рубеж сейчас открыто это снг пока мы продали в германию и в тенерифы там мы еще не открылись а еще открыли еще где-то тоже границы сингапур да тоже не открылись то есть мы мы любим продавать нас люди покупают мы продаем они не открываются то есть но они там то еще помещение то ну короче там много заморочек за границей когда но это прикольно у нас три продажи есть да пока не открылись а снг я не считаю за границей потому что снг для меня я в ссср рос мне это наши все окей а ты когда открываешь где-то франшизу например да уже штучный город ты совмещаешь отпуск и работу например я вообще во многие не езжу даже у меня настолько все прописано детально и все у нас отработано что мы открываем барбершоп в некоторых я даже не был вот номер у меня в челябинске пополам с моим партнером барбершоп и я там ни разу не был хотя ему уже три года и я был в челябинске снимался в секреты миллионер я был в челябинске в мясе 150 километрах и не доехал до туда потому что мне было ну некогда ну там же есть кому этим заниматься конечно там есть прибыль мне зачем туда лезть есть прибыль мне при 1 числа мне всегда присылают деньги зачем портить все зачем куда-то ехать прибыль есть франшизу продал не работает на деньги есть что еще нужно хороший подход расскажи про путешествие я вот например сама очень люблю путешествовать как ты путешествуешь как выбираешь куда поехать один семьей то есть как я вообще если путешествую то только с семьей но последнее время я мы очень редко путешествовали с учетом вот этих вот сейчас судебных процессов меня по сераз не упустили за границу но за вот эти штрафы в банке которые я сказал как обходить поэтому что я пока никуда не летаю кроме питера и сочи пока не закрою там эти три с половиной миллиона как долго тебе осталось ну я могу из день день закрыть я просто тяну чтобы но человек понят понервничал тоже там то то слишком легко два раза подряд получить меня столько денег ну то есть еще дурак когда не было приостановление ты вообще был где-нибудь мне до этого было турагентство давно я был везде кроме америки какая страна тебе больше понравилось мне ничто не нравится я я не люблю овощной отдых когда лежишь на чтобы это не было мальдивы боли там я не знаю пхи пхи все это хорошо но для меня это скучно я на третий день схожу с ума а на четвертый день уже со всеми рыбками переговорил и не знаю не знаю чем уже себя занять а такие когда в европу ездишь там в милан ну я хожу по магазинам как девочка могу там быть недели две три не хочу уезжать потому что кажется шипоголик ну я не шипоголик я просто люблю смотреть я не все покупаю потому что все дорого я просто люблю смотреть на красивые вещи в магазине вот так вот интересно это тебя приносит какое-то удовольствие нет я просто разбираюсь в коллекциях для того чтобы понимать куда движется тренд кто это потому что ты приходишь на приговоры и у тебя сидят люди у них написано там филипп лэйн на майке и они пытаются понтоваться ты понимаешь что он человек не тот кого за себя выдает поэтому я люблю смотреть на вещи понимать что такое бренд что такое не бренд сейчас это важно в моих переговорах ко мне приходит очень много не в тех доспехах которые есть на самом деле так можно отличить там ложного какого-то просто не ложного просто понторез в подделках или нормальный человек который даже этим не пантует это очень классно потому что мы скажем так для чего мы эти доспехи одеваем не для понта а для того чтобы человек проходя с тобой понимал с тобой можно разговаривать или ты будешь автограф просить там ну понимаете потому что мы же сейчас уже некая такая чуть выше прослойка да и в этой прослойке нужно понимать кто есть кто и раньше одевали там красные пиджаки да эти все до малиновые потом просто бриони да или зегну да сейчас все девайс как хотят кому как нравится но при этом мы должны понимать все таки это на них малиновый пиджак или это нет вот и все окей скажи пожалуйста сейчас тенденция такова что люди объединяются в колуары например да обсуждают какие-то темы отдыхают вместе так далее если у тебя то общество например с которым ты проводишь время или это семья вообще я из-за моих сейчас слишком популяризации себя как бренда я слишком сильно расписан и мне не хватает реально времени на семью даже хотя с учетом того что я работаю всего лишь два раза в неделю все остальное я где-то езжу и мне это самому не нравится поэтому я хочу сейчас создать клуб наковальный успеха будет называться где буду напрямую общаться с моими читателями это будет прямой эфир я пока не определил и я не хочу уже никуда ездить я хочу со всеми общаться дистанционно но при этом аудиторию свою хочу растить конечно потому что я рассказываю как немногие пишут у тебя в истории больше полезного чем во многих книгах вот и все поэтому я реально рассказываю те вещи как и сегодня раскал с банком те которые будут цены и ценность этой передачи повысится а я была когда в москве мы с тобой увиделись на стартап-шоу очень много тебе подходило предпринимателей да для того чтобы у тебя всегда такая интересная ли речь такая прям вот миша утерю просто мужская ты материшься постоянно как бы как ты говоришь мне это пофигу да соответственно это вот мой такой стереотип и все хотят у тебя спросить как ты добился успеха что ты такое делаешь есть какие-то кроме трех китов которые только что сказал да тем кто только начинает путь вот он решил открыть например и п пусть это будет та же самая шаверма он взял в кредит 500 тысяч как-то считаешь на что первое нужно потратить денежные средства у меня есть три кита и для таких людей которые тоже на своей шкуре прочувствовал это нужно убить все три чувства я всегда на выступлениях этот слайд оставляю потому что одно из самых важных открытие моей жизни в себе чтобы стать миллионером долларовым рублевым чтобы быть успешным нужно убить страх жадность и глупость страх жадность и глупость вот когда у вас не будет этих чувств вы будете успешны потому что давайте так приведем пример ты взял машину или ипотеку в кредит машину в кредит и ипотеку и просрочил просрочил тебя это выводит из себя если выводит ты не предприниматель потому что когда ты станешь предпринимателем ты будешь все просрачивать и всем еще будет столько обязательств ты даже просто запутаешься уже чтобы всем вовремя оплатить ты некоторым плачешь тебе позвонили а что ты не оплатил но сейчас только обязательств и люди уже даже не справляются которые под тобой и вот тебя если это не пугает, то все нормально, можешь стать уже предпринимателем, как минимум. Что такое жадность? Разберем киты. Жадность — это когда я открывал первый топ-ган. Я думал, что ее открою за миллион рублей, потому что я посчитал моего конкурента Чпок-Чпока. Мне так нравится название. У них были кресла по 25 тысяч рублей. Я посчитал, что я куплю такие же кресла. Ну, то есть я посчитал, мне обошелся барбешоп в миллион рублей. Но когда я начал делать свой, я понял, что я не хочу сидеть в таких креслах. Я купил кресла за 170 тысяч рублей. И понятно, что я бюджет увеличил с миллиона, а тогда я должен был 12 миллионов рублей долгов, и у меня было всего лишь 800 тысяч на открытие, я 200 уже занял, да? Я занял еще 3 миллиона, чтобы открыть нормальный топ-ган в Туле за 4 миллиона, который был никому не нужен. Я был глуп, я был ну, все, что я сказал, да? Страха не было у меня, жадности не было, и глупость. Зачем открывать то, что никому не нужно, да? Понимаете? Но я все эти чувства, у меня их нету. И, соответственно, я сделал то, и сейчас даю вам интервью. Спасибо, я поняла. Пожалуйста. Мне так нравится с тобой общаться, ты очень, говорю, простой в этом плане. Скажи, пожалуйста, у тебя... Можно звать меня Алеша. Хорошо. Алеша, скажи, пожалуйста, вот фамилия у тебя Локонцев, да? Ты даже сам шутишь и говоришь, что как бы вроде должны быть локоны, а ты лысый. У тебя были клички в школе? Да, кучерявый. У тебя были волосы? Ну, конечно же, я был кучерявый, мальчишка, все у меня хорошо. У меня даже волосы были светлые, потом к второму классу потемнело почему-то, а потом все волосы ушли на спину. То есть, ну, с возрастом происходит эволюция человека. Вот я у себя убил чувства, волосы перебежали куда-то. То есть, вот так мы меняемся с годами. А ты в школе был такой спокойный... Я в школе был забитый. Почему? Потому что я жил в городе Набережья Челны, это самый преступный город 90-х как раз. И моя мама была заучим в школе. Тебя не любили? Меня не любили. Почему? Потому что меня нельзя было бить. Ну, если не забьешь, то он прибежит к мамке, и все. Но отбирали у меня вот так бандиты все. Назовем их так. Да. У всех они отбирали, били их за углом, и все. А у меня говорили так, Лех, ну ты же эти кроссовки не носишь, принеси нам все равно. У тебя какой размер? 42-й? Ну, у Ваньки подойдет. То есть, меня отжимали по-доброму. То есть, ты как бы вроде и дружил с бандитами? Да, я вроде... Да, конечно. Ну, пацаны попросили, что я в сумку положил, и домой не принес. Забыл. Мамка говорит, где кроссовки? Я говорю, забыл где-то там. Ну, я знаю, где кроссовки. Расскажи про учебу. Ты закончил сколько классов, куда потом пошел учиться? Я закончил 8 классов, и как раз в этот момент я переехал из набережья Челнов в Тульскую деревню Селиваново. Там я просто так отсидел в 9 классе и вернулся опять после 8 в техникум. То есть, год просто так просидел. В техникум я закончил на красный диплом. Я мастер леса. Если кто не знает, это круто. Расскажи, что это я не знаю. То есть, есть иерархия лесник, ну, лесничий там и мастер леса. То есть, это верхняя иерархия. Еще бы мы знали, что такое лесник. Короче, скоро леса будет мало, и я пойду туда еще и там буду еще править. Так что у меня есть красный диплом по управлению легкими планетами. Я знаю, как все возобновлять, как все рубки ухода. То есть, это все мое. Геодезия и все-все-все. Но потом я пошел в институт, и понятно, что в институте уже другие интересы, плохие друзья, и там тройки. С красного диплома я скатился на тройки. Но ни капельки не жалею, потому что все, кто отличники у нас, они и так и отличники. Одно слово, отличники. Мне кажется, у всех так было. Потому что человек, который заведомо научен выполнять задания на пятерку, он никогда не будет предпринимателем. Он будет хорошим исполнителем. Он будет работать на таких, как я. А мы будем нанимать на работу. А мы будем просто править. Да. Что, собственно, и делаем. Окей. Отучился ты в институте? Да, конечно. Закончил? Закончил. У меня специальный финансовый кредит. Я сейчас весь в финансах и в кредитах. То есть я работаю по специальности. Отлично. Хорошо, скажи, институт, наверное, была первая любовь? Не, у меня первая любовь была еще в техникуме. Мы с ней прожили 20 лет. И по европейскому браку разошлись. Потому что за 20 лет это маленькая жизнь уже. У меня есть от первого брака сын, ему 12 лет. Сейчас я во втором браке счастлив. У меня девочка год и два. Дети, цветы жизни. Расскажи, как познакомился с женой? Со второй? Да, ну первые 20 лет она уже бывшая жена. Ну да, с первой мы учились в техникуме. Во второй мы познакомились в Орле. Я поехал к своему брату, не знаю зачем-то. Ну и все, и познакомились, стали дружить. Пять лет дружили. И потом, когда я развелся, мы просто поженились. Как жена относится к твоим начинаниям? Помимо того, что она говорит, что ты самошедший, она тебе, может быть, советует, помогает, поддерживает. Очень плохо. Потому что она говорит, хватит нам топ-гана, давай наконец-то квартиру купим. Деньги тратишь. Да, ну потому что мы живем без квартиры. Мы живем в съемной квартире, да. Хотя я зарабатываю в месяц минимум 10 миллионов рублей. То есть ты зарабатываешь, все вкладываешь в новые проекты? Да. Ты хочешь потом, чтобы у тебя был плохой доход? Ничего не хочу потом. Я хочу просто сейчас жить ярко. То есть потому что я не смотрю вперед. А как же квартира? Жена же хочет квартиру? Хочет, будет. Но чуть попозже. Самое главное, что будет, да? Конечно, будет. Обещанного три года же ждут? Да. Потом пять обещают. Есть такое понятие, как предприниматель. Как ты считаешь основные критерии предпринимателя? То есть какой он должен быть? Чуть-чуть глупый. Если он будет сильно умным, он ничего не начнет. Он посчитает, здесь будет вот такое, здесь будет по бизнес-плану вот такое. А если кризис, то вот это. И он себе выставит стен, которых не сможет пробить. А глупый пойдет и ничего это не заметит. Все. То есть предприниматель должен быть чуть-чуть авантюристом и вообще не строить бизнес-план. На салфетке нарисовал. Прибыль есть примерно. Моржа. Даже не моржа, давайте прибыль. Моржа – сложное слово. Некоторые даже не знают его. Моржа – это прибыль. А еще прибыль делится. И получается, что посчитал. Ну, 30% есть, все, хороший бизнес. Хорошо, давай на примере твоего барбаршопа, да, который за 1000 рублей стрижка, там как бы в принципе моржа, наверное… Да, 1600. 1600, да, тем более. Не обижай меня. Бусть быть лад-две. Там моржой, в принципе-то и не пахло, когда 300 рублей стрижки были. Да, поэтому никто не занимался развитием мужских стрижек. Все зарабатывали на женщинах, на вашей колористике, там все. И самое прикол, что женская стрижка, она в 100 раз легче, чем мужская. У вас есть длина. Ну, потрезал ты чуть-чуть, ну, не так там, не видно. А у мужика сразу видно, где не так. И, соответственно, их всегда баланили по две насадки, чтобы все было ровненько. И все, и делали тушевку перехода. Все, канатка, ну, сами знаете, полубокс, и заморачиваться ими еще. А сейчас у мужика там, вы что, не подходи, столько вариантов, все. Какие есть варианты мужской стрижки? Самое распространенное сейчас в России это фейт, это теневой переход от нуля. Ну, и, то есть, не видно, окантовки нет, и такая стрижка зарастает две недели. То есть, ты две недели хочешь более-менее. От нуля это здесь все лысо, здесь волосы. Нет, от нуля здесь у тебя идет переход в темноту. Называется теневой переход фейт. Но Америка уже в этом году вела дэнди, то есть, на длинные волосы, на кучеряшки. То есть, у них мода там удлиненка. Скорый к нам придет. То есть, фейт скоро пройдет и будет удлиненка. Какие еще услуги сейчас самые распространенные в барбершопах? То есть, я понимаю, что стрижка для всех, и, наверное, сейчас борода, да? Ну, борода 10%. Самое распространенное – это стрижка. Мы лучше всех стрижем. У всех сомнения, что, типа, зачем пойду в барбершоп, у меня бороды нет. Мы стрижем лучше всех. Борода – это доп. Также у нас есть доп. Там волосы, как у докториста из носа убрать из ушей. То есть, потому что ходят вроде предпринимателя, из носа торчат, понимаете? То есть, ну, это не айс, но люди почему-то этого не понимают, не замечают. И самый прикол, что я общаюсь сейчас с многими людьми богатыми и даже специально смотрю какой-то рейтинг миллионеров, и все миллионеры не подстрижены. Так можно уфишку сделать для списка Forbes? Ну, вот они… Я встречаю этих список Forbes, они говорят, ну, я вот три года хожу к одной своей девочке, и меня все устраивает. Я говорю, ну, вы же плохо подстрижены. Он говорит, я не вижу. Я говорю, правильно, ты не видишь. Потому что ты не понимаешь в этом, да, и не видишь. А я вижу, и я советую, говорю, вы сходите не раз, если не понравится, то вернете к своей девочке. Это же волосы, это же не зубы, вырастет через месяц, если не понравится. Все, ну, уговорил троих. Ну, так вот стараюсь в эту, в тусовку залезть, всех подстричь. Сделать красиво. Да, 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 ну, он тут ходит как. Реально, вот вы посмотрите, просто откройте любой список миллионеров, они все не подстрижены. И в правительстве половина не подстрижена. Начнем с Forbes, дойдем до правительства, и будем потом все… Потом армию будем встречать, как вот, да, то есть, потому что… А что там встреча, машинка прошла? Вот легче всего, представляете, как им классно будут, когда у них будет профессиональный фейд, обязательный барбершоп, топ-ган в каждом, в каждой казарме. Они там красоваться перед кем будут. А какая разница, перед кем красоваться? Ты должен стоять в ряду красиво, у них же вся одежда, форма красивая, она подразумевает красивый стиль, и они стоят все, ну, лысые, там, под машинку тоже. То есть, ты обещаешь, что на следующий парад 9 мая все просто, все армии будут подстрижены? Я не обещаю, я хочу контракт от государства. И мы всех подстрижем, и будет еще барбершоп. Да, да, я вот сейчас сучу, а реально мы сами же формируем свои слои, и я сейчас пошутил, завтра кто-то услышит, и реально подпишем контракт. Такое бывает. Очень часто в моей жизни я что-нибудь ляпну, завтра сел. Мы с тобой разговаривали, что мысли материальны, то, о чем ты думаешь. Если думаешь плохо, то, естественно, будет плохо. Думаешь хорошо, то будет хорошо. Да, все, что нас окружает, мы сами создаем. Верно. Скажи мне, пожалуйста, а женщины тебе, вот этих мужчин пишут, может, в Инстаграме, спасибо, Алексей, что подстригли моего мужа наконец-то, а то он ходил к девочке Лене. Мне очень много благодарности идет именно от женского пола, что хорошо, что вы сделали такое, а то ходил как болван, было с ним стыдно. Все, да, в директ пишут и благодарят. Это, наверное, самая лучшая похвала. Да, потому что мужики не все понимают, вот они как были миллионерами нестрижами, так и им без разницы. А девушка, которая привыкла следить за собой, ей важно, чтобы ее мужчина был красивым. Окей, вопрос у меня следующий. Много у тебя проектов, где-то есть успешные, где-то не очень. Я смотрела интервью, ты рассказывал про календари, которые ты мне также успешно вручил на АМА-конференции. Понравился? Мне, да. Мама сказала, что это. Я говорю, это… Не для мамы. Не для мамы, да. Я его в итоге подарила другу, который смотрит и радуется. Вот. Скажи мне, пожалуйста, какие проекты ты для себя бы вообще никак не рассмотрела? Вот не полез бы даже, если бы там высокая маржа. Больше не полезу в рестораны. Никогда. Потому что я устал. Я устал, и у меня весь запал пропал. Вот туда больше не полезу. Все остальное, может быть, еще что-нибудь мы перевернем еще в какую-нибудь индустрию. Сейчас я полез в ногти, посмотрим, что будет. А что с ногтями? Что за проект с ногтями? У меня проект Лаки, потому что для меня удивительно. Я изучил весь рынок, всех лидеров, и ни у кого нет стильного дизайна. Ни логотипа, ни внутри. И я думаю, как так? Люди делают дизайн ногтей, и нихрена не понимают в дизайне, ну, в жизни. Поэтому я сделал и дизайн студии классный, и набрал лучших специалистов. Все. Я думаю, что мы победим. В Нептербурге, в Москве, где? Нет, в Москве сейчас три уже. Нам два месяца с лишним. У нас уже три, и уже шесть заявок. Конечно, не все плюсовые. И шесть заявок на новые. Это франшиза или? Да, на франшизу. То есть, когда будет 10, сейчас у нас франшиза стоит 300 тысяч, когда будет 10 открытых, то будет не открытых проданных, будет 500. А когда открытых, и будет тот результат, который сейчас показываем, как всегда, моя франшиза станет миллион рублей стоить. Я меньше не продаю. Я не хочу, чтобы не бизнесмен лез в мой бизнес. Потому что, когда ты продаешь дешево для того, чтобы популяризировать и развить, ты в итоге продаешь слабым игрокам, и тебе придется за ними подтирать то, что они насрали. Все. Потому что они по-любому обосрутся. По-другому нельзя. Человек, не умеющий зарабатывать деньги, его не научить зарабатывать деньги. Он будет экономить на… Ты ему скажешь, покупать люксию, он будет покупать более дешевые бренды. И мне не говорить даже. Хотя у нас мы работаем только на люксию, там условно. То есть у нас есть те вещи, которые выделяют нас среди многих. Но слабый бизнесмен, не видя, что его ждет впереди, будет экономить в моменте. А в моменте это всегда плохо. Потому что ты теряешь качество. Сколько платят дважды, да? Да. Сто процентов. Именно так и происходит. И его не научить. А человек, который пришел, понимая, за что платит, они даже не спрашивают, что входит во франшизу. Они говорят, миллион. Хорошо. Сейчас заявки со всех городов или тоже в Москве? А мы пока не сильно масштабируем, потому что у нас пока нет долгого анализа. Я еще раз повторюсь, у нас мало времени. Поэтому мы продаем пока только друзьям. Ну и те, кто уже о нас знают, не сильно рекламируясь. Мне кажется, Анна Плесина знает, что Алексей Локонцев создал такой-то проект. Надо брать. Ну да, я в Инстаграме разместил и куча звонков. Все. Мой Инстаграм работает. У меня там всего лишь 19 382 человека сегодня. Я каждый день слежу. Привет подписчикам. Да, привет подписчикам. Но он реально честный, живой, не накрученный. И стоит мне что-то рассказать, сразу 100 тысяч человек знают. А из них 1% покупателей – это уже хорошо. Это уникальная вещь. Когда ты берешь телефон, начинаешь говорить в Инстаграм, и какую-то твою проблему решают за полчаса. Даже ту, которая казалась бы невозможной. У меня таких примеров было. Приведи пример. Ну, когда-то там компания одна не могла договориться с Эваторами, и нужно было достучаться до Сбербанка. Я обратился к Грефу, и через 10 минут мы проблемы решили. Вчера я… То есть Инстаграм делает чудеса. Да, то есть я всегда говорю, что, ребят, за Инстаграм будущее, и все другие рекламные площадки умрут. Останется один Инстаграм. Не будет ничего больше. Окей. Скажи, пожалуйста, кого ты для себя считаешь лидером, на кого стоило бы, может быть, равняться или поучиться? Даже не равняться, а у кого поучиться, какие-то, может быть, навыки взять? Я все интервью звоню с Чичваркиным. Он для меня является лидером. Тиньков мне нравится. И мне нравятся Федя Овчинников и Михаил Таковинин. А мы с РМ, он молодец. Коротко и ясно. Да. А чем тебе нравятся эти крутые люди и предприниматели? Они сумасшедшие. То есть у вас такой клуб сумасшедших собирается? Любой сильный предприниматель, он сумасшедший. То есть я хоть и заявляю, что я один из сумасшедших, я просто говорю правду, а все остальные пытаются скрыть свое сумасшествие. Не знаю зачем. Ну просто кто-то хочет оказаться, а не быть. Нет, они все есть. Но просто ситуация в том, что по стандартам общества к сумасшедшим относятся как бы... Как к сумасшедшим. Да, поэтому лучше поговорить, что ты умный и вменяемый. А когда у тебя получается что-то, они же не считают. Да, тебя уже заметят, и все. Я продолжаю говорить, что я дурак, потому что шаурные за 20, я дурак. Это хороший ресторан. Это палатка в виде ресторана за 20 миллионов. Это будет палатка? Ну смотрите, мы купили оборудование на 12 миллионов, и вчера мы докупили на 80 тысяч две шаурмичные. То есть все оборудование на 12 миллионов, оно в принципе не нужно. Ну вот так вот. Ну антураж же сделан, уже все сделано, поэтому осталось только запустить шаурму. А когда запуск шаурмы? В эту субботу. А где? В Туле. Я все проекты делаю в Туле, потому что я считаю, что если в Туле пошло, то пойдет везде. Так, друзья, завтра кто в Туле? Идем за шаурмой. Послезавтра. Послезавтра. В субботу. Да, в субботу. В субботу, послезавтра, да, сегодня у нас четверг. Хорошо. Вопрос следующий. Когда, например, ты уже на коне, когда у тебя уже несколько направлений бизнеса, и это направление второе, третье, не опускается, не то, что не опускается, как такой же запал на новые проекты появляется, есть. То есть у тебя энергия, она нескончаемая получается, у тебя несколько направлений, но она же должна когда-то закончиться, например. Или ты вообще остановиться не планируешь? Если я устану в этих бизнесах, в которых я сейчас, я придумаю себе еще новые, потому что, ну, жизнь, она и состоит из переживаний. Если у тебя все комфортно, вот я говорю, если бы я не был, скажем, был успешен сразу бы в Топгане, я же там не сильно успешен, в плане того, что я так, это у меня хороший фундамент, у меня хороший доход там, но я хочу захватить мир, я занимаю деньги и строю новые, и бывают и ошибки, например, в вашем городе мы открыли точку, у вас такой дом есть, 19, забыл, как адрес, мост проезжаешь, напротив него оружейный магазин большой, красивый, ну, не суть важна. Открыли точку чего? Топган открыли, и партнер ошибся с местом, потому что, ну, дом-то классный, но у него всего 32 квартиры и больше жилых домов нет. А все на этот дом прям вот был спор, кто первый его возьмет. И мы там открыли, и через месяц закрыли в минус, потому что, ну, там за первый месяц было 30 тысяч оборотов. Если у тебя 30 тысяч оборотов за месяц, эта точка, ну, все, она не взлетит. И мы понимаем, перечеркиваем, то есть есть потери, есть ошибки, и это тяжело, но ты понимаешь, к чему идешь, и, соответственно, я не скучаю никогда, скажем так. Вот. И если бы у меня был успешный бизнес Топган, прям вот я сделал бы сейчас тысячу Топганов, которые были все успешные, ни один не закрылся, я бы уже сейчас сидел, скажем там, на яхте толстый, не знаю, у меня был бы говорящий попугай. И ты бы с ними беседовал. Да, потому что все бы меня уже ненавидели, потому что я был бы сильно богат, понимаете. И тогда бы я не создал новых вещей, которые сейчас открываю, потому что ты создаешь что-то только тогда, когда тебе не хватает, тебе не хватает того, чтобы драйв получить, чтобы все развить. Боишься, что в одном бизнесе тоже возникнет что-то, надо деривифицироваться. И, короче, ты делаешь все, чтобы остаться на плаву всегда, чтобы всем все раздать. И остаться, но пока все проекты глобальные, раздать не получается. Приходится только занимать и верить в то, что они все стрельнут. Вот и все. Ты вообще отдыхаешь? А я не напрягаюсь. Почему все считают, что когда ты занимаешься... Это не стало хорошо. Да, почему все считают, что когда ты занимаешься круглосуточно любимым делом, ты работаешь? Я занимаюсь любимым делом. Давай я перефразирую немножко вопрос. Я понимаю, что не напрягаешься. Здесь именно в части энергии, например, да? Возможно, ты занимаешься любимым делом, и ты в это время отдыхаешь, да? Да, все верно. У меня энергии достаточно, чтобы все дни работать, отвечать на звонки. Я до сих пор сам продаю все проекты. То есть у меня нет ни в одном проекте. И из сейчас трех важных – это Лаки, Колизеум и Топган. По-прежнему все звонки приходят ко мне. Вот так. Я могу. Я Брюсси Могущий, да? Ну, не, я просто... Я сумасшедшая Брюсси Могущий, я бы так сказала. Мне все говорят, а ты ведешь клиентов, как ты где их записываешь? Я говорю, зачем их везти? Что за глупость везти клиента? Если у тебя продукт хороший, ты его показал людям, и если они хотят купить, они тебя из-под земли достанут. А если он у тебя плохой, обзвонись им хоть по сто раз в день. Напоминай там, давай скидки. Никто у тебя не купит. Все. Мне кажется, скидки – это прошлый век сейчас, нет? Конечно, прошлый век. Но половина у нас бизнесменов из прошлого века. То есть они верят в то, что скидка эта работает. Скажи мне, вот у тебя есть Топган основной, да? Есть там малыш Топган, я знаю, да? Есть лоукостер, есть индивидуал, более дорогой. Лоукостер. Как пришла идея для лоукостеров? Там же в любом случае стоимость стрижки гораздо ниже, чем… Там нет админов, там нет кофе, там нет… Или он платный, нет? А? Или он платный? Нет, нет, кофе вообще нету. Есть улыбки администратора нету. Ну, короче, нет ничего, кроме хороших стрижек. Соответственно, что и понятно, что у тебя куча затрат убирается, и стрижка может стоить дешевле. Барбер получает чуть больше, чтобы оставался на более дешевой цене, и всё. Всё хорошо. Пока таких три проекта, но сейчас я ещё один делаю. То есть они не так быстро полетели, но они взлетят сейчас. Ну, доходят люди. Конечно. То есть это не какой-то такой подвальчик, это также всё у вас в Топган? Нет, это подвальчик. Это подвальчик, да? Ну, я хочу сказать, что те помещения, которые мы не рассматривали для Топгана, у нас в Топгане обязательно 3 метра потолки, обязательно, чтобы видно было нас, то для Лоукостера мы рассматриваем все локации, которые не подходили под Топган. Потому что у Лоукостера арендная ставка, если в Топгане средняя ставка в Москве 150 тысяч рублей, то в Лоукостере средняя ставка должна быть 70 тысяч рублей. Поэтому мы берём всё дно. — Я поняла. Скажи, пожалуйста, поговорим немножко про рекламу, да? Я поняла, что тут наличный бренд, но тем не менее, вот есть такой банк «Точка», может быть, слышал, да? — Конечно. — Они на портале «Порнохаб» разместили, да, это «Порно-сайт». — Я знаю, можно сказать, да. — Не понаслышке, да? — Ну, я переживал, когда его заблокировали, а потом, видать, депутаты поняли, что сделали. Я же заблокировала. То есть теперь «Порнохаб» работает без VPN. Раньше нужно было VPN настраивать. — «Точка» банк там рекламу сделал «Управляй одной рукой». Прямо на сайте «Порнохаб», да? — Хорошая реклама. — Скажи, как ты относишься к такого рода рекламе? — Очень классно. Молодцы. Надо мне что-нибудь замутить на «Порнохабе». — «Управляй стриги одной рукой». — Мне тут предложили, а ты не хочешь сделать студию «Топразерс». Типа «Топ» твой и «Разерс» — это лезвие, да? И получается, что типа как «Бразерс». Я говорю, нет, пока не хочу, но логотип запатентую, на всякий случай вдруг кто-нибудь сделает. — Ну, вот такая реклама. Как ты рекламу строишь? Я понимаю, что у тебя есть отдел маркетинга, который этим занимается. Ты же сам маркетолог? — У меня нет отдела маркетинга. У меня есть отдел исполнения маркетинговых задач, а весь маркетинг на мне. То есть я принимаю решение, как мы движемся. Например, сейчас я затеял очередную революцию. Я люблю революции. Я вообще воинственно настроенный человек на всю конкурентную эту банду. Я их не считаю конкурентами, я их считаю врагами реально, потому что каждый человек на моем рынке — мой прям враг. Потому что я пришел сюда его уничтожить. Вот и все. Поэтому все мои маркетинговые ходы настроены на то, чтобы, например, я сначала срисовал стрижки у чоп-чопов с ошибкой. Детские стоили дешевле, чем мужские. Хотя во всем мире детская стоит дороже, потому что ребенок сложнее, он возится, мама рядом стоит, учит, как стричь. Это вообще три раза дороже должно стоить. Ну и, короче, еще они всегда недовольные, потому что они говорят, ой, я не так хотела. — Психолог для мамы, да? — Да, и психолог еще, да. И потом еще негативные отзывы. И получается, что стричь ребенка дешевле, особенно когда приходит папа-сын, у нас есть такая акция, барберы говорят, а что ты папу взял? В следующий раз я беру, чуть ли не до драки. То есть он сам меня захотел, это мой клиент, ну, условно, понимаете. Потому что никто не хочет стричь сложно, еще и дешевле. Я говорю, ребят, теперь мужчины приходят в Топган, мальчики, приходящие в Топган, становятся настоящими мужчинами и платят, как взрослые. Все. Весь рынок мне говорил, Леш, не надо так делать. Вот я снял красивое видео и 23 февраля поздравил всех мальчиков, что они теперь мужчины. Есть видео на моем канале, посмотрите, мальчики становятся мужчинами в Топган. И через красивое видео мы зашли, и через два месяца все, ну, понятно, что сперва люди ушли, сказали, ой, вы такие вообще, особенно ушли в слабых городах, таких как Орел, говорят, ой, вы такие плохие, мы пойдем. Прошло два месяца, все до единого люди вернулись, потому что уходить-то некуда. Никто не подстрижет вашего чада так, как стрижем мы. И получается, что еще весь рынок посмотрел на это, и барберы говорят, о, в Топгане дети стоят столько же. И мы еще... Как мужская стрижка. Да, и мы, короче, кучу барберов, которые ненавидели стрижь детей, к себе еще забрали на рынке. То есть мы сделали двухходовочку. И цены подняли, и барберов забрали. Вот и все. Сколько осталась сейчас средняя стрижка барберш? В Москве 1700. В Санкт-Петербурге? 1600. Причина-то 100 рублей. Да? А что вы, намного бедней? Я считаю, что... Мне кажется, вообще идентична ценовая политика. Надо сделать чуть дешевле, потому что все говорят, вот Москва должна быть подороже. Ну, хорошо, мы на чуть-чуть подороже сделали, да. Но у вас мойка платная головы, 100 рублей стоит. Шучу, шучу. Нет такого, но хочу внедрить, чтобы сравняться с Москвой. Следующий шаг сейчас. Я делаю революцию. Я хочу сайт изменить настолько, чтобы сайт, скажем, обесценился. Потому что сейчас все мои франчайзи вкладывают в этот сайт SEO, CRM, Target. Ой, кучу денег вкладывают в сайт. А уже все мои друзья записываются, просто заходят на Яндекс, пишут барбершоп и выбирают уже даже не по бренду, а по оценкам на Яндексе. Рядом куча барбершопов, ты выбираешь вообще бренд без разницы. Но там не виден бренд, ну, если только ты не заплатил за свой логотип. Мы платим. Но даже это не важно. Если ты заплатил, у тебя три, а рядом стоит без логотипа, но у него пять, выбор очевиден. Без разницы, топган это или у Люси. Все. Получается, что если мы не обратим внимания на этот рынок, на рынок агрегаторов, мы завтра проиграем. Мы останемся со своим сайтом, на котором никто не будет записываться, потому что все записываются в Яндексе, картах, а там наш рейтинг провальный, потому что никто за ним не следил. И сейчас я отменил карту записи на своем сайте. Я поставил всех агрегаторов, которые есть в заглаве сайта и написал «запишитесь через них». Все. И сейчас вот эта новая версия выходит. Все мои франчайзи со мной спорят. Я опять никого не слушаю. Все говорят, Локунцев сумасшедший, взаимал. Я говорю, хорошо, пройдет шесть месяцев, и вы мне скажете спасибо. И весь рынок за нами повторит. Ну, как и всегда. Да. Последний вопрос у меня к тебе, это по поводу книги. Сейчас многие предприниматели, хорошие, которые сумасшедшие, не очень любые, они все читают. Соответственно, я знаю, что ты тоже сейчас пишешь книгу. Первую главу я уже на таплинке прочитала. Достаточно интересную. Я уже хочу, где вторая, третья. Расскажи более подробно. Написал ты ее, пишешь еще. О чем будет дальше? Книга, я хотел ее назвать «ЖЖ». Ну, типа «Живой журнал». Все бы расшифровывали, но реально она расшифровывается «Жизнь жопа». Мне кажется, этим никто не поспорит. Но меня все остановили, сказали, нет, давай назовем как-нибудь по-другому. Но мне очень нравится это название, поэтому я решил, что я сделаю опрос сейчас названий, которые подойдут под мою книгу. Я выложу сейчас еще вторую главу. Или там какую-нибудь самую главу, которая прямо мясо рассказывает. То есть ты написал уже ее, правильно? Она полностью написана. Мы сейчас ее вычитываем. У нас подготовка маркетингового плана. И мы хотим, чтобы она стала бестселлером очень быстро. И поэтому мы готовим все мои маркетинговые шаги, которые возможны. Я ее там применю. Я уверен, что книга будет очень хорошо продаваться. О чем она? Расскажи о чем она. Она о моей жизни, о всех факапах, которые происходили. И о том, как стать тем, как я, хорошим, сумасшедшим предпринимателем, который ничего не боится, идет дальше. И переворачивает некоторые... Постоянно революционирует, да? То есть эволюционирует. Сумасшедший революционер. Можно так назвать? Можно и такое название. Это вы, когда я вопрос сделаю, пожалуйста, предложите свои названия. И потому что я думаю, что все-таки мы выберем победителя и подарим им какой-то айфон. Надо было бы говорить, Аня, то сейчас запатентовать тоже. Ну, ты за пикой, когда будешь ходить в прямой эфир. Все, поэтому я хочу сказать, что у меня очень большие надежды на книгу. Причем у меня версия будет в книжных магазинах стоить дешевле почти в два раза. А на сайте будет дороже в два раза. Но купив на сайте, ты получаешь, ну, понятно, что купон на бесплатную стрижку в Топгане, купон на Лаки бесплатно, купон в Колизеум, ну, и там куча-куча еще всяких плюжек. И дополнительные главы, которые не вошли в книгу, тоже будут только для тех, кто купил ее на сайте. Либо доплатил на сайте за получение всех бонусов и фишек. То есть я пытаюсь ее продать и так, и еще с сайта добить прибыль. Ну, короче, сумасшедший дурачок. Никто так не делал, или если делал, я не знаю, но я проверю и посмотрим, что будет. Все говорят, опять так не надо делать, ты дурачок. Я говорю, ЖЖ, моя жизнь, поэтому давайте. Моя жизнь. Хорошее название. Спасибо. Я много чего спросила, да, и про книгу и так далее. Мой, наверное, последний вопрос от меня. Я также предприниматель, да, у меня есть свой и клуб, и банковский консалт и так далее. Но, тем не менее, у меня еще есть сын, ему четыре с половиной года. Это какой ты, папа, как ты балуешь ребенка, как ты воспитываешь, как ты с ней проводишь время, с ней, девочка, у тебя? Ну, я с девочкой, я с сыном провожу время. С сыном мы играем в клубе постоянно. С ними тогда? Да. С девочкой мы постоянно гуляем по парку. Как зовут твоя дочь? Злата. А сына? А сын — Алешка, в честь Владимира Владимировича. То есть я назвал Алексея Алексеевича. Владимир Владимирович, привет! Вот. И я считаю, что я хороший, но это покажет жизнь. Может быть, для них-то я и хороший, я балую, конечно, детей. Но кто из них вырастет, это гены и воспитание все-таки. Воспитание дает не родители, как бы мы ни заблуждались, а среда, в которой растет ребенок. И вот, например, вы дома не материтесь, а в школе они все матерятся. Соответственно, он придет и принесет вам таких слов, которых вы даже не знаете. А вы вроде бы не материтесь дома, понимаете? И вот я зашел как-то, я с сыном, ну, понимаете, не живу, он живет не со мной, и там никто не матерится, да, при нем точно. И я зашел, а он играет в наушниках, в игру. И я много для себя новых слов узнал. Матерных. Конечно. Сколько живут. Да, да, то есть, понимаете, они живут в той среде, в которой мы даже не видим родителей. И глупо себя обманывать, что вот он, я его воспитала. Не ты его воспитала и не я. Да, его воспитала среда, в которой он воспитывался. И, например, всегда же мы не понимаем отцы и дети, конфликты отцов и детей. Почему? Потому что мы не живем уже в той среде, в которой живут они. Для нас это кажется, какие-то игры там, ну, то есть, это я ребенок еще, я с ними наравне, да. Да, но многие говорят, я вот не разрешаю своему там больше получаса в айпаде сидеть там, да. То есть, он уходит гулять и сидит во дворе в этом же айпаде. То есть, ну, вы не справитесь с этим, не обманывайте себя. Но все равно это семейные ценности также мы несем. Ценности несем, конечно же. То есть, если он хотя бы при вас не матерится, это уже хорошо. То есть, он понимает, что можно где-то там с сапожниками со своими, да. И нормально, молча все, он человек. Я не разделяю, я матерюсь везде, потому что я считаю, что это сильно ускоряет результат. Процесс. Да. Я поняла. Хорошо, Леша, спасибо тебе большое, что ты пришел. Было интересно. Спасибо. С вами была передача «Имея банки», хотя сегодня у нас был не банкир, а один из основателей и революционеров на рынке барбершопов и не только. С вами была Евгения Вихрова. До встречи. Спасибо.